Музыка После того, как мы в предыдущих главах разъяснили работу с различными стратегиями движения, в этом видео мы покажем, как в случае необходимости подстроить ведущую линию, если она сместилась относительно загонки на поле. Эта ситуация может возникнуть, если, к примеру, большое поле разделяется пополам в середине и производится обработка сначала одной части, а затем другой. Если, к примеру, для этой работы используется корректирующий сигнал EDIF, то ведущие линии со временем могут смещаться вследствие дрейфа спутников. Для коррекции этого смещения мы в пункте меню «Планирование следа» переходим на подпункт «Настройки следа». Один из вариантов исправления отклонения – сместить линию под актуальную позицию машины. Для этого мы сначала в режиме ручного управления подруливаем на желаемую линию, которая обеспечит допустимое перекрытие. Затем нажимаем «Зафиксировать здесь» и тем самым смещаем линию А-Б на актуальную позицию машины. После активирования системы рулевого управления она снова оптимальным образом ведет нас вдоль заданного следа. В качестве второй возможности мы можем сместить ведущую линию влево или вправо на определенное значение. В этом примере мы замерили уход рабочего орудия на 40 см. Здесь мы можем назначить, в какую сторону следует сместить след – влево или вправо. Во втором пункте мы теперь вводим замеренные 40 см. В этом примере мы хотим сместить след вправо. После подтверждения след смещается вправо на эти 40 см. Впоследствии мы можем ввести сюда значение 0 и вернуть смещенную линию к первоначальной опорной линии. В качестве третьей возможности мы можем постепенно смещать линию влево или вправо на настроенное значение. Диапазон значений – от 0 до половины рабочей ширины навесного орудия. Затем мы постепенно смещаем след влево или вправо, нажимая на клавиши со стрелками. Этот след можно смещать шагами в сантиметрах или метрах. Также и во время движения с активированной системой рулевого управления. Редактор субтитров А.Семкин